В этом году ему исполняется 57. Он заслуженный артист России, у которого подрастают шестеро детей от разных женщин. Причем самой младшей дочери Агати только один год. Как сложилась личная жизнь Валерия Меладзе? Он родился в Батуми в семье инженеров, окончил кораблестроительный институт и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но душа его хотела петь, тем более, что старший брат сам писал песни и музыку. Так, еще будучи студентами, Валерия и Константин начали работать в рок-группе «Диалог», а в начале 90-х перебрались в Москву. Первая же песня «Сэра» стала настоящим хитом и принесла Валерию славу. Так начался его творческий путь. А рядом с ним 20 лет была верная спутница, которая родила ему четверых детей. Но, к сожалению, первенец умер через 10 дней после рождения. Ирина Меладзе прошла с мужем все, как говорят, и огонь, и воду, и медные трубы. Супруги даже развелись в 90-х ради получения московской прописки и вновь поженились. Никто даже подумать не мог, что Валерий способен на предательство. Более того, у него на стороне появился сын, прежде чем артист ушел из семьи – жены и трех дочерей. А разлучницей стала коллега, точнее подчиненная. Девушка из подтанцовки, как обычно таких называют. Альбина Джанабаева была бэк-вокалисткой в группе братьев Меладзе «Виагра». А когда родила сына, ее неожиданно для всех продюсера пригласили стать солисткой. Только через несколько лет стало известно, что ребенок у Джанабаевой родился от Валерия Меладзе. Тогда только все и стало на свои места. 10 лет Меладзе обманывал супругу, а Альбина тихо и молча ждала своего любимого. И дождалась. Когда она родила от Валерия второго, сына-музыкант все же решил жениться на любовнице. А год назад счастливые родители стали многодетной семьей. У Альбины и Валерия на свет появилась дочь Агата. А как вы думаете, на чужом несчастье можно построить счастье?